Среди десятка фотографий снайпер за доли секунды должен найти свою цель. Это один из самых эффектных этапов соревнований. Для участия в них в Ангарск съехались более 40 бойцов со всей страны. Лучшего выявляли в течение двух дней. За это время снайперы продемонстрировали владение винтовками и пистолетами, находящимися на вооружении спецназа. Претендентам на победу предстояло пройти 11 испытаний, стреляя с расстояния до 600 метров, в том числе и ночью, в условиях низкой видимости. Эти соревнования имеют специальную направленность для работы снайперских пар, специальных подразделений МВД России. Это определенная тактика, это мастерство ведения боя на разных дистанциях, в разных условиях, с разных положений и с порой неизвестными возникшими перед них задачами. Судьи оценивали не только меткость стрельбы, но и физическую форму бойцов. Сначала изнуряющая полоса препятствий, потом серия мишеней, которые нужно поразить из стабельных пистолетов. До огневого рубежа стрелки добираются через лес, ориентируясь по карте. 15-й юбилейный турнир снайперов проходит на родине бойца спецназа Валерия Хмыльнина, погибшего в Чечне. Это была боевая задача, он прикрывал огнем своей снайперской винтовки, своих товарищей. И погиб именно в последний день своей командировки, это было 9 февраля 1995 года. По итогам соревнований лучшими стали иркутские собравцы. Они обошли опытных бойцов из Москвы и Ставрополья. Победители получили кубки и грамоты, а также памятные снайперские знаки. Иван Курницкий, Новости Сейчин.